здравствуйте ребята завершается учебный год и сегодня мы будем подводить его итоги повторить теоретические сведения которые вы получили на уроках русского языка в седьмом классе закрепить орфографические и пунктуационные умения я вам предлагаю в редакции интернет-газеты которая называется лингвистический вестник давайте вспомним люди каких профессий обеспечивают выпуск издания конечно это редактор он отвечает за содержание каждого номера контролирует подготовку и публикацию статей дизайнер отвечает за художественное оформление издания журналист это литературный работник занимающийся подготовкой информации корректор устраняет орфографические и пунктуационные ошибки исправляет недостатки смыслового или стилистического характера верстальщик занимается монтажом издания в результате его работы компьютерное издание приобретает окончательный вид фото корреспондент это фотограф который производит снимки для какого-либо периодического издания сегодня вы побываете в роли некоторых из них и поработаете в разных отделах нашей интернет-газеты обратите внимание на условное обозначение при выполнении того или иного задания следует поставить видео на паузу проверить выполненное задание вы можете по ключу приглашаю вас в отдел информации где вы познакомитесь с историей возникновения газеты оказывается еще в древнем риме написанные от руки свитки с новостями вывешивались на площадях и оставлялись на дом знатным горожанам внешне они конечно были совершенно не похожи на современные издания но функция у них была та же они несли информацию а само слово газета вошло в обиход в 16 веке в венеции по наименованию мелкой монеты газеты которую платили за листок с новостями первые газеты принято считать французскую ля газет а первая российская печатная газета ведомости эта газета издавалась по указу петра первого ее тираж составлял тысячу экземпляров и стоила она две копейки в нашу редакцию поступает много вопросов ответ на них можно найти в отделе спрашивали отвечаем вот несколько фактов правдивостью которых интересуются наши читатели выберите верные из них а ошибочные исправьте при выполнении задания поставьте видео на паузу правдивыми оказались факты под номерами 1 3 5 6 и 7 сотрудники наши интернет-газеты должны обладать зорким взглядом аналитическим умом логическим мышлением именно такие качества развивают задания придуманные работниками отдела лингвистических головоломок найдите закономерности в этих орфографических пропорциях и решите данные головоломки не забудьте поставить видео на паузу давайте проверим удалось ли вам решить лингвистические головоломки причастие стройный пишется с двумя буквами n так как при нем есть зависимые слова пропорциональным ему является причастие рубленый тоже зависимым словом причастие крашеный образовано от глагола несовершенного вида в нем нет приставки оно не заканчивается на ованый йованый нет зависимых слов поэтому причастие крашеный пишется с одной буквы n а вот причастие сломанный образовано от глагола совершенного вида сломать поэтому пишется с двумя буквами n еще одним условием написание двух букв n в этом слове является наличие приставки не потерян это краткая форма причастия без не употребляется поэтому пишется раздельно пропорциональным ему является причастие причастие не замечено не волнуясь дея причастие которая употребляется без не поэтому пишется с не так же как и с глаголом раздельно а вот глагол негодовать без не не употребляется поэтому идея причастие негодуя пишется с ней слитно от глагола зависеть образовано причастие прошедшего времени перед суффиксом в-ш сохраняется тот суффикс который есть в инфинитиве перед тя зови сеть зови севший пропорциональным ему является причастие растаявший в инфинитиве перед форма образовательным суффиксом все пишется суффикс я поэтому и в причастие перед суффиксом в-ш будет сохраняться эта буква от глагола лаять образовано действительное причастие настоящего времени написание суффикса в нем зависит от спряжения глагола глагол лаять относится к первому спряжению поэтому причастие лающий будет писаться суффикс ющ глагол терпеть это глагол второго спряжения поэтому в образованном от него причастие терпящий пишется суффикс ящ в отдел культуры и искусства нашей газеты прислал свою статью начинающий журналист он впервые побывал в древнем полоцки и решил рассказать об уникальном архитектурном памятнике софийском соборе но в его компьютере произошел сбой и из текста исчезли все причастные идеи причастные обороты дополните этими конструкциями предложения обратите внимание на знаки припинания причастные идеи причастные обороты вы можете взять из рубрики для справок выполняя задание по поставьте видео на паузу отредактированный текст будет выглядеть так проверяя поставьте видео на паузу ни одно современное издание не может обойтись без рекламного отдела в нашей интернет-газете он тоже есть сюда поступают разные рекламные объявления и шуточные и серьезные давайте прочитаем некоторые из них магазин уж замуж не в терпешь ждет своих клиентов искусно расшитые жемчугом платья подойдут даже самым взыскательным невестам приходите к нам немедленно учебный центр на зубок приглашает хотите изучить иностранный язык за 30 дней опытные специалисты качественно и быстро научат вас говорить по-английски по-немецки по-французски обязательно обратитесь к услугам наших специалистов вы обратили внимание что в этих объявлениях встречаются наречия при написании которых следует быть особенно внимательным наречия уж замуж не в терпешь содержит орфограмму правописание мягкого знака после шипящих слова немедленно следует объяснять правилами написания не с наречиями или правописанием одной двух букв н в наречиях а слова на зубок по-английски по-немецки по-французски следует объяснять правилами слитного раздельного и дефисного написания давайте эти правила вспомним соотнесите название орфограмм в наречиях соответствующими примерами решите орфографические задачи при затруднении воспользуйтесь материалами учебника выполняя задание поставьте видео на паузу проверьте правильность выполнение задания буквально вчера в отдел электронных писем пришло послание от героев известного литературного произведения они просят нашей помощи а для любого издания важны его читатели и мы постараемся выполнить просьбу двух генералов героев в повести о том как один мужик двух генералов прокормил которую написал михаил кипграфович салтыков щедрин вставьте пропущенные буквы раскройте скобки при выполнении задания не забудьте поставить видео на паузу обратим внимание на правописание предлогов и союзов в этой контрольной работе сегодня мы повторяли сведения которые вы получили при изучении различных частей речи в седьмом классе вспомнили орфограммы которые встречаются в глаголах на речах служебных частях речи обратили внимание на знаки припинания при причастных и депричастных оборотах закрепить знания вы можете выполнив упражнение 477 482